В ходе частичной мобилизации порядка 80 человек призвали на службу по ошибке. Об этом рассказал военный комиссар области. Юрий Гусаров провел первую после объявления частичной мобилизации пресс-конференцию. По его словам, на данный момент все призванные по ошибке возвращены домой. При этом военком области дал понять, что в допущенных ошибках по большей части виноваты сами мобилизованные, поскольку они не выполняют свои обязанности и своевременно не уточняют сведения о своих болезнях, а также изменениях в семейном положении. Ошибки возникли не только из-за того, что сотрудник военкомата где-то виноват, и вот он так захотел. Ошибки возникли в первую очередь из-за того, что граждане, которые обязаны в соответствии с законом сообщать сведения о изменении своего состава, о состоянии здоровья, они не сообщали. Как военком должен был узнать район о том, что у гражданина появилось четверо детей? А вот на вопрос о том, сколько всего мобилизовано граждан Владимирской области, Юрий Гусаров отвечать отказался. Он лишь подтвердил озвученные ранее цифры губернатора области о том, что план по призыву выполнен примерно на 90%. Отказ от комментирования общего количества мобилизованных военком области объяснил следующим образом. Вы все сотрудники СМИ, во время холодной войны у нас все сотрудники СМИ, особенно иностранные, были разведчиками практически, 90%. Поэтому эту информацию я вам, к сожалению, не могу дать в силу определенных ограничений. В процентном отношении, да, 90% призвали. Юрий Гусаров также уточнил и категории годности, которые подлежат мобилизации. Военный комиссар отметил, все граждане с категориями, кроме Д, могут быть мобилизованы. Если данный вид заболевания не подходит под ограничение категории Д, то гражданин также может быть призван. Призываются граждане по мобилизации категории А, В и В. И даже если гражданин, проходя военную службу по призыву, был уволен по категории В, присвоенной ему, то по мобилизации он может быть призван. Кроме того, Юрий Гусаров рассказал о том, что необходимо брать с собой в случае мобилизации, кто имеет право на получение брони и каков порядок действий военнообязанных, в случае, если те планируют пересечь границу Российской Федерации. Об этом мы расскажем в нашем следующем материале. Алексей Домнин, Руслан Павлухин, Шестой канал.